Чувство знания Виталия Рафеева Я приветствую вас на канале Чувство знания Виталия Рафеева. Сегодня у меня начинается новый плейлист, который называется «Мужчина и женщина», который будет посвящен отношениям и связям между ними в настоящем моменте. Мне была необходима отправная точка, с чего начать этот плейлист. Что вас могло бы заинтересовать? К сожалению, никаких комментариев к моим видео я так и не дождался. И Google по моей просьбе ответил, что актуальным вопросом является вопрос такой «Как узнать, понять, любит вас парень или мужчина или нет?» То есть этот запрос выдал 2 миллиона 700 тысяч ссылок. Поэтому сегодня наше видео посвящается теме «Как узнать, любит вас мужчина или нет?» А Google нашел мне множество ресурсов, которые в основном обращаются к этому вопросу и ищут ответы на него с помощью психологии. Так вот, эти ресурсы, которые обращаются к психологии, к книгам западных авторов, восточных, отечественных авторов, отвечают достаточно серьезным и обоснованным критериям, которым показывают, что у мужчины имеются достаточно ясные и понятные критерии поведения. Эти критерии поведения связаны в основном со сферой социальной, материальной, заботой о женщине. Так и все это правильно. Но это имеет отношение именно к уму. То есть психология правильно изучает все это, обосновывает эти ответы, критерии. Однако здесь имеется такая закавыка, потому что ум как бы сам по себе в отрыве от существа человеческого, он несколько не объективен. И другая сторона имеется в этой ситуации – сознание. Сознание тоже имеет свою точку зрения на эти вопросы, когда мужчина более романтичный, более чувственно проявляется к женщине, какой-то подход, нежности какие-то и тому подобное. Это идет от сферы сознания. То есть тоже не очень объективно отвечает сознание на эти вопросы, потому что критерии также зависят от состояния сознания женщины или мужчины, влюбленности ума или влюбленности сознания в объект вашего интереса. Поэтому так или иначе это восприятие такой информации становится не объективным. То есть ваш ум и ваше сознание воспринимает объект вашего обожания, вашего внимания и объект, на который должен ответить вопрос, влюблен ли это у вас мужчина или не влюблен. То есть внимание как бы не совсем адекватно доходит информации до вас. Потому что наш ум стремится продолжать влюбляться и в этой влюбленности найти свои интересы, найти эту свободу свою. Сознание желает быть независимым, независимым в этой влюбленности. Поэтому вы такие, вроде бы вы читаете эти критерии и говорите, да, да, нормально, все совпадает, вот на самом деле так и есть. Или наоборот вы говорите, нет, этот мужчина меня не любит, потому что эти критерии к нему я не могу применить. То есть в обеих случаях вы можете попасть в состояние самообмана. Да, на самом деле это все правильно, но при этом женщина должна обладать достаточно холодным умом и таким чистым сознанием. А как понимаете, у женщины ум холодный, когда ты рядом находишься с мужчиной, это достаточно проблема большая. Или тебе надо находиться в самой состоянии невлюбленности, то есть не любить этого мужчину. Соответственно, тогда возник конфликт интересов. Моя задача сегодня показать вам, что любовь не такая простая величина, которую можно судить с помощью ума и сознания. Потому что любовь мужчины, допустим, к его любимому автомобилю, имеет такое же состояние, такое же состояние, как и любовь к женщине, если ее рассматриваться со стороны ума. То есть мужчина любит свой автомобиль, также его материально обеспечивает, покупает ему новые колеса, новые еще какие-то прилады. И он также представляет свой автомобиль своим друзьям. Он говорит, посмотрите, друзья, какая у меня любимая классная автомобиль, тачка, как говорится, и так далее. Поэтому сегодня вы обратились к уму и по этим критериям ума вы определили, что мужчина у вас влюблен и приняли какое-то решение, которое определило вашу дальнейшую судьбу и отношения с этим мужчином. А завтра этот же ум вступит с вами в конфликт. То есть завтра мужчина скажет, а я люблю свою машину, а я люблю своих друзей, а я люблю футбол, а я люблю пиво и так далее. То есть и такая же любовь возникнет у вас проблема, конфликт внутренний уже находясь в браке, в каких-то серьезных отношениях и так далее. Вы будете воевать с этой любовью, которая приняла, на основании которой, по основанию ума, вы приняли такое решение. Но вы получили свою свободу рядом с мужчиной, материальную, там, социальную и другую. И за эту свободу вам придется теперь бороться в этой любви. Я считаю, что мы должны обратиться к более объективному источнику. А объективным источником у нас является наше сердце. То есть сердце абсолютно объективный источник для нашего восприятия отношений, связей между мужчиной и женщиной. И вот в сердце эту информацию переводят в чувства. То есть мы поэтому и говорим, что знания содержат чувства. Надо перейти, чтобы сердце приняло эти знания и переводит их в чувства. Но у вас имеется одна большая проблема. Давно у всех имеется проблема. Проблема защиты сердца от страданий. Поэтому мы всячески доверяем больше своему уму, своему сознанию, чтобы отгородить сердце, создать какое-то препятствие этим ненужным нам, ненужной информацией, которая может нас ранить, которая может нам сделать больно и тому подобное. И таким образом сердце достаточно крепко имеет оборону. И в него не так-то просто отправить информацию, которая могла бы стать объективным знанием о состоянии ваших отношений, связей с вашим мужчиной. То есть наша задача, чтобы наше сердце восприняло эту информацию со стороны ума, со стороны сознания. То есть критерии, которые нам говорят психологи, они правильные, они грамотные, но наша задача – открыть сердце свое. Открыть сердце для этой информации, чтобы наше сердце смогло эту информацию перевести в чувства. О чем я вам говорил, что в знаниях находятся чувства, а в чувствах находятся знания. Поэтому нам надо принимать решения грамотные, и эти решения должны совпадать с нашими сердечными состояниями. Поэтому есть такое выражение в обществе «популярное сердце подскажет». Но у меня есть свои критерии, которые я хотел бы вам предложить к рассмотрению, к размышлению. То есть мне бы хотелось, чтобы вы смогли такой сложный вопрос сформировать, сделать свою собственную формулу любви. То есть у каждого человека это такая возможность существует – написать свою формулу любви. Которая не та формула, что Саша плюс Маша равняется любовь. Нет, безусловно. Наша формула любви имеет неизвестные величины. Поэтому мы начнем с такого образа простого, какой был у нас в детстве. Помните, в детские девичьи годы, когда наша любимая ромашка, ромашка, которая помогала девушкам определить, любит вас парень или не любит. Любит, не любит, любит, не любит. И это видео я назвал так и называл. Видео называется «Любит, не любит». Поэтому у нас практически имеется один или два критерия, которые могут с помощью такой ромашки нам ответить на вопрос «Любит вас мужчина или не любит». Так как в предыдущем видео вы должны были посмотреть его, если не посмотрели, посмотрите, где я рассказывал о том, что в настоящем моменте существует мужчина и женщина. И в настоящем моменте они находятся в состоянии пола. В состоянии пола, в котором многие-многие вопросы, проблемы помогают им решить. И в то же время создают им проблемы, как другие вопросы решают в этом состоянии. То есть я предлагаю вам первый критерий, который очень важный для мужчины. Это критерий двух величин глобальных. Это величина пространства и величина времени. Поэтому для этого мы ведем этот коэффициент формулы любви. Мы ведем коэффициент времени и коэффициент пространства. То есть для мужчины пространство – это огромный ресурс, которого у него всегда с избытком имеется. А коэффициент времени – это ресурс, которого мужчины все время не хватает. Чтобы вы могли более так это самое для себя понятно, это вам было. Для женщины, я скажу, коэффициент времени наоборот. Времени у женщины очень много, и у нее есть избыток, а пространства у женщины не хватает. Таким образом, эти два коэффициента, с помощью них мы очень можем легко сделать несколько критериев, как понять, любит вас мужчина или нет. А критерии очень тогда получаются простые. Если мужчина способен с вами делиться чем-то ценным, а ценное для мужчины является что? Время. Времени у мужчины мало. А у женщины времени – избыток. Поэтому женщина, когда мужчина начинает с ней делиться своим ценным критерием – временем, не может его оценить. То есть у женщины много времени, у вас много времени, она находится в состоянии покоя, ей не о чем беспокоиться. Времени много у нее. Когда мужчина с ней делится временем, она говорит, что это что-то неценное, я не могу это оценить, и это не является критерием твоей любви ко мне. И мужчина тогда попадает в такое состояние, а что является для тебя ценным? И женщина говорит, для меня ценным является коэффициент пространства. Пространство, дай мне свое пространство, поделись мне своим пространством, мне не хватает пространства. Мужчина говорит, да не проблема, пространства у меня много, бери, пожалуйста, вот в таком-то виде, в таком-то виде, материальном, социальном, еще и в другом виде пространства, бери, ради бога, это для меня не проблема поделиться своим пространством. И женщина таким образом попадает в состояние самообмана. То есть мужчина делится с ней тем, чего у него с избытком, как бы для него не является это ценным. Поэтому я предлагаю вам именно обратиться к критерию времени, то есть коэффициент времени. И там, в этом коэффициенте времени найти свои какие-то очень тонкие настройки сделать. И показать, где же мужчина, где же у него времени не хватает ему. И в этот момент вы можете, допустим, какое принять решение? И назначить свидание. Это же простое элементарное действие, которое связано со временем. То есть мужчина назначает вам свидание в какое-то время, которое ему удобно. Когда он свободен, когда он сделал свои дела все. А вы говорите, нет, я не могу в это время с тобой встретиться. И ты должна изучить его, изучить мужской график жизни, грубо говоря. И найти там слабое звено, которым ему времени не хватает. И вот в этот момент он согласится на свидание, то есть на это время. И если мужчина способен с тобой поделиться вот этим временем, которого у него не хватает. И именно прийти на свидание в тот момент, когда ему времени не хватает. То это, конечно, уже будет показатель. Уже будет твой критерий, твоей пользы, что мужчина готов пожертвовать своим ценным ресурсом, временем ради тебя. И уделить тебе достаточно много времени, опять же. То есть мужчина как бы нанесет себе ущерб. Он будет более мужественным. Он проявит свое мужество, понесет какой-то ущерб. И придет к тебе в то время, когда ему неудобно. То есть он скажет, вау, вот мои дела, вот я все бросил, побежал к ней. Вот именно, именно это коэффициент времени. Мы хотим чего добиться? Открыть свое сердце, принять неудобную информацию, потом его закрыть. Это достаточно сложная операция для нас. Но мы, тем не менее, девушки, женщины, имеем такую способность. Потому что мы находимся в настоящем моменте постоянно. И как я вам говорил в предыдущем видео, что в настоящем, в настоящем моменте женщины находятся постоянно. А мужчина имеет способность покидать это состояние после того, как он побывал у женщины в гостях, как бы сказать. Так вот, следующий коэффициент пространства мы и вводим с помощью величины пространства. Когда мужчина покидает женщину. То есть мы можем определить ваше отношение к мужчине и отношение мужчины к вам через тот момент, насколько, на как далеко мужчина находится от вас. То есть он покидает вас, и во время того, что он уходит из вашего настоящего, из вашего кругозора, из вашей орбиты, вы покидаете, и вы можете испытывать беспокойство в этот момент. Это главный коэффициент следующий. Коэффициент беспокойства, мы переходим к нему. Или коэффициент покоя. То есть когда мужчина рядом находится, вы находитесь в состоянии покоя. Он спокойно, он комфортно, он вас защищает, он вас обеспечивает. Вы чувствуете к нему какую-то симпатию, и он к вам проявляет эту симпатию. Но эту симпатию необходимо сделать на контрасте. Мужчин должен покинуть вас, он должен двигаться куда? В прошлое или будущее? В пространство. И в это пространство вы его должны отпустить, вы должны его вытолкнуть туда, чтобы этот коэффициент беспокойства вам соединить в одну формулу, о чем мы говорим. Поэтому вы будете отправлять мужчину подальше от себя, чтобы у вас проявились чувства, чтобы информация поступила в ваше пространство, и вы могли открыть свое сердце, и принять туда информацию от ума и сознания, перевести их в чувства. Для этого мужчина должен вас покидать на большое расстояние и на длительное время. И такая есть тема в общественном сознании, тема испытания временем, испытания пространством наших отношений, мужчины и женщины, и так далее. Это вы ее хорошо знаете. Поэтому в нашей ромашке имеется несколько-несколько листочков, которые мы видим. А листочек это коэффициент пространства, коэффициент времени и еще коэффициент беспокойства и покоя. Вот достаточно этих коэффициентов, чтобы нам вывести свои собственные критерии, на их основании создать свою собственную формулу любви. У каждого человека будет своя формула любви, потому что те или иные коэффициенты у вас имеется неизвестная величина. То есть у этой неизвестной величины вам необходимо найти в своих отношениях и связях со своим мужчиной, своим партнером. И тогда вы сможете определить более объективно принять решение в своем сердце, любит вас мужчина или не любит. Но я думаю, что все у вас будет хорошо, все замечательно. Поэтому с вами был Виталий Ерофеев на канале Чувство Знания. Пока пишите комментарии. Я надеюсь, вам эта тема будет интересна. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok